Сегодня, 31 января, в Москве состоялось заседание Патриотической платформы Партии «Единая Россия» на тему реабилитации нацизма «Это преступление». Координатор Патриотической платформы Партии «Единая Россия» и председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая рассказала о подготовленных поправках в Уголовный кодекс, устанавливающих ответственность за реабилитацию нацизма. Поправками, в частности, предусматриваются санкции до трех лет лишения свободы либо штраф в размере до 300 тысяч рублей. Для тех, кто совершал подобное деяние, используя служебное положение или СМИ, штраф может быть увеличен до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы до 5 лет. В ходе дискуссии участники упомянули резолюцию ООН против героизации нацизма, которая была разработана по инициативе Российской Федерации. В своем выступлении генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашененникова обратила внимание, что только три страны – США, Канада и Маршалова острова – проголосовали против ее принятия. Соединенные Штаты последовательно на протяжении десятилетий голосуют против этой резолюции ООН. И в этой кампании присутствует Канада и еще Маршалова острова из года в год. Почему Соединенные Штаты и Канада против такой резолюции? Наверное, многие знают, что большое число коллаборационистов после Второй мировой войны нашли приют в Соединенных Штатах. И Соединенным Штатам на протяжении всей Холодной войны и сегодня очень выгодно иметь ультраправые и профашистские организации силы в других странах, потому что они их используют как посредников для решения своих задач. Наша встреча происходит на фоне событий на Украине, и, к сожалению, эти события предоставляют слишком богатую почву в этой области. Известно, что Виктор Ющенко был сыном коллаборационистов, и это хорошо объясняет его политику. Может быть, чуть менее известен жизненный путь его супруги Катерины Чумаченко-Ющенко. Но Катерина Чумаченко родилась в Чикаго в семье как раз перемещенных лиц, которые в 50-е годы под прикрытием каких-то церковных дел были перевезены в Соединенные Штаты. И в Чикаго в 60-е годы зарождается некая церковь Рунвира. Церковь Рунвира — это неоязыческий культ, отвергающий христианство как инструмент покорения Украины русскими. И эта церковь обосновывает тысячелетнюю историю древней украинской цивилизации и существование этнически чистого украинца, сверхчеловека, которому все позволено. Главой этой церкви был тогда Лев Селенко. И вот этот мистический, расовый мистицизм он, конечно, занял у Анонербы, мистического бюро Третьего Рейха. Дело в том, что Лев Селенко был также гауппштурмфюрером СС. Сейчас именно в лоне вот этой церкви Рунвиры выросла Катерина Чумаченко. Значит, затем уже в 20 с небольшим лет Катерина Чумаченко работает и в Белом доме, и в Государственном департаменте, и ее активно продвигают украинская диаспора, в частности, Лев Добрянский, который занимал очень существенные посты. И посмотрите, вот и на протяжении Холодной войны, и сегодня украинскую политику Соединенных Штатов в отношении Украины и России формулирует, разрабатывает наиболее русофобские круги. Это следующее поколение дети тех коллаборационистов, которые были перевезены в Соединенные Штаты и Канаду. Затем история известна. Катерина Чумаченко встречается в самолете с Виктором Ющенко, тогда председателем Центрального банка Украины, и становится первой леди. А ее муж, значит, президентом. Вот. Затем, значит, политика Виктора Ющенко также известна. И, да, известны его разговоры с духом Бандеры. И, посмотрите, вот на этой неделе в спецкоре Аркадий Мамонтов обращал внимание на то, что те люди, которые сегодня громят Киев и другие города, это продукт воспитания 90-х, 2000-х лет. Как воспитывали молодых людей, молодежь на Украине, чтобы они заимствовали именно эти идеи и действовали бы на их основе? Продолжение следует...